Девушки отдыхают На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви. Я думаю, вам должно быть понятно, почему в наших северных широтах это воскресенье называется не пальмовое, а вербное. Ну, не растут у нас тут пальмы, точнее растут, но в помещениях растут при тщательном уходе, на улицах не растут. А они там просто взяли, сорвали пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали, «Асанна, благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, честь Сионова, Сионова, си царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. «Фарисеи же говорили между собой, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». И я прочитаю сразу еще одно место из Евангелия от Иоанна, 19-я глава, как раз вот про страстную пятницу, 14-й стих. «Тогда была пятница перед Пасхой, и час шестый. И сказал Пилат иудеям, «Се, царь ваш!» Но они закричали, «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им, «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали, «Нет, у нас царя, кроме Кесаря». «Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса, и повели». Вот вы знаете, наверное, главный урок этого вербного воскресения, о котором я не устану снова и снова повторять, потому что с этим сталкивается каждый из нас. Так вот, наверное, главный урок, как быстро меняется мнение толпы. Вроде бы в вербное воскресенье все кричали, «Асана! Благословен грядущий во имя Господня!» А уже в пятницу, через пять дней, кричали, «Распни его!» «Нет у нас царя, кроме Кесаря! Распни его!» «Кого освободить? Вора, его освободи!» «А этого распни!» И возникает, конечно же, вопрос, а когда они были искренни в воскресенье вербное или в страстную пятницу? Когда они искренне кричали? Потому что, ну, буквально небольшой временной промежуток всего пять дней, а мнения кардинально отличаются. Тут «Асана!» Тут «Распни!» Вы знаете, абсолютно убежден, что они были искренне оба раза. И подобное мы можем наблюдать не только в евангельской вот этой истории. Подобные вещи мы наблюдаем вообще в истории человечества, когда люди в один момент кого-то сильно возносили, поддерживали, буквально через некоторое время там смешивали с грязью. Мы видим, как подобное происходит вокруг нас в современных политических событиях. Я помню даже, когда была перестройка 1989 год, как-то вот мне очень отобразилось в памяти, потому что это транслировалось по телевидению, когда был расстрелян в Румынии их тогдашний правитель Чаушеску с женой. Помните, да, это событие? Их расстреляли, выпустили, по-моему, 30 пуль в них. А потом тела отвезли на стадион, на какое-то такое большое место, и там снимали, и транслировали. И народ ликовал. Народ ликовал, когда там вещи Чаушеской продавали с аукционов, буквально там до нижнего белья все распродавалось. И для меня особо было удивительно узнать, что буквально за небольшое время до этого Чаушеска получил всенародную поддержку страны. Вот они его так поддержали, а через некоторое время с удовольствием ликовали, расстреливали его. Подобные вещи происходят со многими. Мы видим в нашей уже более современной, там из Каддафи такое произошло, когда вроде бы такое обожание народа, а потом над трупом Каддафи толпа издевалась. Я ни в коей мере сейчас не хочу даже близко сопоставить этих, ну, честно говоря, довольно странных политических людей, типа Каддафи или Чаушеска, с Иисусом Христом. Я сейчас хочу показать, не сравнивать их, я хочу принцип показать, как порой быстро меняется мнение народа на полно противоположное. Сегодня Асанна, завтра распни. Сегодня ты велик, завтра убить его. Как это быстро меняется. И что еще более странно, что несмотря на все это, что мы это знаем, мы это читаем в Евангелиях, мы это наблюдаем вокруг нас, но тем не менее, вот как-то заложено в людях стремление понравиться. Ну, если не всем, то хотя бы большинству. Как порой люди хотят понравиться. Особенно, я думаю, это вот актуально в наше время, в век информации, в век интернета, когда сегодня каждый человек может выйти вот в эту всемирную сеть и публиковать какие-то фотографии, видео, там мысли свои печатать. И как люди хотят, чтобы их поддержали, чтобы у них было больше просмотров, чтобы как можно больше людей посмотрело их видео, как можно больше людей пролайкало их фотографии. Причем ведь христиане, что тут не исключение, а? Как мы хотим, чтобы вот, ну, ну, понравилось, вот понравилось, чтобы то, что мы пишем, это понравилось, вот желательно, как можно большему количеству людей, чтобы наши фотки нравились, наши, наши видео нравились. Я замечаю, как такая, такая тенденция среди пасторов, там, вот уже, вот, быть популярными, и вот эти так же просмотры, и лайки, как можно больше, и больше, больше. Конечно, это как бы делается все, мы для Иисуса, мы проповедуем Евангелие, но как-то этот Иисус, он все с конкретными лицами там выступает. Вот, поэтому, видно, что, как говорила одна наша сестра, вся слава Богу, мне духовный авторитет. Вот, вроде бы вся слава Богу, но их духовный авторитет так и прет за этими там лайками, за этими просмотрами, за всеми этими вещами, да, вот, и когда популярный проповедник, там, много просмотров, много лайков, ну, прям, скажем так, духовный герой какой-то, что ли, получается. Вот, но если мы с вами посмотрим на жизнь, на служение нашего Господа и Иисуса Христа, вот, смог ли бы он исполнить миссию Бога, если бы он в своей жизни руководствовался желанием понравиться как можно большему количеству людей, чтобы как можно больше религиозных лидеров, и просто там, фарисеев, саддукеев, поставили лайки, на горные проповеди, лайк, что тут его, исцеление хромого, лайк, перепост, классно, круто, молодец, слава Богу, да, смог ли бы он это сделать? Конечно нет, конечно нет, потому что даже в этом же Евангелии, Евангелие Теана, в шестой главе, одна из, наверное, любимейших моих мест, любимейших глав вообще в Евангелиях, где Иисус стал говорить людям о глубинных вещах, о единении, он говорил, помните, если вы не будете есть тело моего, не будете пить крови моей, не будете иметь части со мной, да, он стал рассказывать вообще о единении, о принципах, о том, что мы в действительности с вами являемся, дьявол через гордость пытается сделать нас какими-то великими, особенными, но мы понимаем, все величие есть, самое главное в единении, мы как маленькие клеточки единого тела, да, эту мысль потом уже развивал, кто? Апостол Павел развивал эту мысль, но несмотря на то, что вот все это происходит, мы все равно стремимся как можно большему количеству людей нравиться, но мы видим в то время Иисус не стремился к этому, и когда люди стали говорить какие странные слова про Христа, да, кто может это слушать? И написано, и уже не ходили с ним. Иисус, видя, как теряется его популярность, как от него отписывается много верующих, все, мы больше не фолловеры Христа, хватит уже, дизлайки ставим, не нравится, что за каннибализм, нет, чтобы подумать, он не о каннибализме здесь говорит, ну, нет, вот, ааааа, какие странные слова, и смотришь, вау, никогда популярный блогер превращается в непопулярного, от него массово отписываются, осталось только 12 подписчиков из тысяч, и он обращается к ним и говорит, может, и вы хотите от меня отписаться? Помните эту историю? По идее, он должен был пересмотреть концепцию своего блога, так, что-то не то, не туда зашел, не так, неправильно, может быть, я выразил мысль, знаете, я не знаю, что бы сделал проповедник в такой ситуации, ой, что, наверное, что-то я не так проповедовал, не так меня поняли, простите, простите, я имел в виду совершенно не это, да, то есть у тебя вдруг начинает какой-то мандраж появляться внутри, ой, не нравится, я не нравлюсь, возникает вопрос, откуда же этот мандраж-то появляется? Многие, особенно, конечно, психологи, говорят, что эта проблема, как и множество других, впрочем, она корнем из детства, что в детстве часто мы недополучаем внимание, недополучаем в любви, потому что родители всегда были заняты, вот я иногда общаюсь с нашими детьми и они говорят, ой, папа, вот когда мы были совсем маленькими, вот вы бы могли побольше нам времени уделять, могли бы побольше, а ты вот много ездил, там где-то проповедовал, все, церковь, там служение, вот, хотя вот я смотрю на свою семью и сравниваю с семьей моих родителей, они вообще все время работали, тут как-то у меня больше времени, но на самом деле много времени с детьми, я понял, не бывает, я вспоминаю семьи моих родителей, ну, как вот меня уводили в детстве в садик, там, или в школу, да, вот я приходил, они уже поздно вечером появлялись, и вместе мы были только вот время отпуска, вот такая жизнь была, вот по сравнению с этим у меня намного больше времени с детьми, но все равно, вот я думаю, что вот у детей есть такое ощущение, что как-то, ну, мало любви, мало, мало внимания, и потом, когда они вырастают, тут желание, любите меня, любите, я же хороший, ну, хочу, чтобы я вам нравился, нравился, особенно, конечно, у кого это? У женщин, потому что у женщин это, не знаю, может быть, из-за женской психологии или психики, как-то очень сильно обострено вот это желание, вот если я не нравлюсь, о, значит, наверное, я плохая, а если нравлюсь, ой, подписываются, и там какая-то тетя Груша там из соседнего подъезда сказала, что вот ей понравилось, как вот там, какие у меня новые туфли, например, еще что такое, о, я хорошая, хотя какое тебе дело до этой тети Груши из соседнего подъезда, ты знать, ты ее не знаешь особенно, но вот кто-то там чего-то такое сказал, где-то что-то, и у тебя настроение либо вверх, либо вниз, а? Происходят такие вещи? И вот это вот желание нравится, желание, вот у нас хорошо, вот я как-то вспоминал на прошлой проповеди «Горе от ума», и когда готовился, опять вспомнил это великое наше произведение, помните, там умолчали, на такие слова были, да? Мне завещал отец, во-первых, угождать всем людям без изъятия, хозяину, где доведется жить, начальнику, с кем буду я служить, слуге его, который чистит платье, швейцару-дворнику для избежания зла, собаки-дворника, чтоб ласкова была. Помните эти строки? Вот этот пример человек, который всем хотел понравиться. И что интересно, мы, христиане, часто думаем, что это и есть любовь Божия, когда я всем нравлюсь. Мы бывает это в какие-то там, это чувство в какие-то духовные одежды одеваем. И я вот смотрю часто на поведение многих моих братьев и сестер в интернете, и мне знаете, кого это напоминает? Можно фотографию первую показать на экране? Я вам скажу, кого мне это напоминает. Щеночка. Вы знаете, есть такие вот щеночки, вот такие няшные все такие. Очень любят, особенно девочки, вот такие фотографии, вот, котят или щенят. Смотришь на этого щеночка и тебе скажут, вот-вот-вот, погладить бы его так вот, потрогать его, потрогать. И я вот смотрю, некоторые вот, ну, совсем вроде бы не похожи по фотографиям. Но внутри вот типичные такие щенята. Погладьте меня, я хороший. Ну, давайте, ну, вот за ушко меня потрепите, скажите, ой, няш, 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 ой, какой ты хороший у нас вырос, ой, беленький, ой, пушистенький, ой, какой ты, ой, какой ты, ой, какой ты. И ты думаешь, да, такой, да, такой, я такой, вот такой я хороший. И вы знаете, вот ощущение себя внутри щеночком говорит о том, что ты вроде бы стал большим, но на самом-то деле не вырос. То есть щенок – это не зрелость. Не зрелость. А не лучше ли стремиться быть не человеком, который хочет всем понравиться, а человеком, которому хотят понравиться. Вот другую фотографию я вам хочу показать. Вот смотрите. Вот человек ведет собаку, да? Как вы думаете, этот человек любит свою собаку? Да, да, любит свою собаку. Но вопрос. Делает ли этот человек в отношении своей собаки только то, что ей нравится? У меня есть дома собака, немецкая овчарка, и я знаю, она у нас оказалась дома щеночком, и когда вырастала, мы ее дрессировали, то, что называется, воспитывали. Вот ее. Вот она не всему воспиталась, но каким-то вещам она постаралась, да? Потому что собаки порой не понимают. Вот, например, наша, она, когда с ней идешь, она бросалась на машину, любила прыгать на машину, ее приходилось именно дрессировать, там, сдерживать, поводок натягивать, так чуть-чуть даже, чтобы она понимала, не надо. Как вы думаете, почему я так делал? Потому что я не люблю ее? Я запрещал ей выбегать на середину дороги? Или потому что я ее люблю? То есть, посмотрите, любовь не означает, что ты делаешь только то, что другому нравится. Я делал часто, что ей не нравится, а моя жена тем более. Они там и сражались даже с этой собакой, у них были бои. Мы ее воспитывали, она не хотела. Мы ее воспитывали. Но в этом и проявлялась наша забота о ней. Любить, это не значит делать только то, что приятно. И весь вопрос именно в том, кем ты хочешь стать? Вот этим щеночком, который всем нравится? Или хозяином собаки, который стремится делать то, что необходимо для других? И которому стремятся понравиться? Зрелый ты человек? Или незрелый? Я сам стремлюсь и сам учу своих детей иметь свое мнение, не бояться его высказывать. Я как-то прочитал одну фразу у Махатма Ганди такую, «нет» сказанное с глубокой убежденностью лучше, чем «да», сказанное только для того, чтобы обрадовать. Или хуже того, чтобы избежать проблем. Многие люди боятся говорить «нет». А как? Если я скажу, я же не понравлюсь, людям же не нравится, когда им говорят «нет». Поэтому буду говорить «да». Это намного более ужасное, вот такое вот «да», чем уверенное, убежденное «нет». У меня в жизни был такой случай, потому что вот… Я, конечно, очень рад, что несмотря на то, что вот как бы не так много времени было в советских семьях, у детей с родителями такого свободного, но я всегда чувствовал вот любовь моих родителей. И это помогло сформировать во мне уверенность, вот не бояться, не бояться говорить свое мнение, не бояться говорить «нет», хотя, может быть, это не всем бы понравилось, если я был убежден, что нужно сказать «нет». И у меня был такой случай в жизни, когда меня, ну, как многих советских детей в свое время отправили в пионерский лагерь на один из летних месяцев, вот, и там в пионерском лагере формировался отряд, и там уже нужно… Помните, у нас как было в советское время? Председатель отряда. Кто еще был? Кто еще был? Да нет, у нас не было заместителя, там у нас такой бюрократии не было в лагере, еще заместитель-то нет. Нет, у нас был председатель в лагере и был флаговый. Вот. И мы там собрались, и были выборы, выбрали председателем, а потом флаговым выбрали меня. Я был флаговый, и флаговый он должен был, вот когда все поднимаются, там, помните, были такие линейки, были линейки, он должен был бежать в такую комнатку, где стояли флаги отрядов, брать флаг, Прибегать и идти первыми, что наш отряд с этим красным флагом. В общем, очень я сильно этим гордился, что меня флаговым избрали, что я с этим флагом хожу. И, в общем, так получилось, что в один из дней я прибежал туда, где были флаги, а флага нашего отряда не было. Я сейчас понимаю, что там некоторые мальчики тоже хотели быть флаговыми, и они мне решили, ну, как бы, насолить. И куда-то флаг задевался. Я прибежал, флага нету. Мы все идем на линейку, все с флагами, а наш отряд идет. Без флага. После этой линейки отряд собрался и сказали, куда ты, Витя, задевал флаг? А я не знаю, куда он задевался. Он был поставлен, а на следующий день его не было. Куда-то он задевался. Я сказал, я не знаю. И тогда мне сказали, потому что ты потерял флаг, мы объявляем тебя всем отрядом бойкот. Дальше я рассказываю историю, как мне потом рассказывал мой папа, который приехал навестить своего сына. Он говорит, я прихожу в лагерь, говорит, весь отряд там что-то делает, а ты, говорит, сидишь один. Я говорю, сынок, ты что сидишь один? Он говорит, а ты говоришь мне, да эти, говорит, чудаки мне бойкот объявили, а мне все равно. Я ни в чем не виноват, потому что я не знаю, куда девался флаг. Он говорит, что будем делать? Я говорю, папа, да увези ты меня отсюда, что мне с ними делать? Папа взял меня и увез. Я за это очень ему сильно благодарен. И мне папа говорит, и слушай, и ты не побоялся противостать мнению всего отряда? А я говорю, пап, да я же был прав. Я же его не терял никуда. Он просто там где-то пропал. Я его положил, прибегал, там нету. Кто-то его стащил, наверное, из недоброжелателей. Но я тут не буду разбираться. Я не милицейский говорю. Я не виноват, и поэтому это, говорит, их проблема, их глупые бойкоты. Я к чему это говорю? Когда ты чувствуешь за спиной любящую семью, это придает тебе быть уверенным в своем мнении. Понимаете? Воспитывайте своих детей, чтобы они не боялись высказывать свое мнение. Не боялись порой говорить нет, даже если большинство говорит да. Воспитывайте своих детей. Конечно же, не нужно, знаете, нарочито, нарочито, как бы противопоставлять себя коллективу. Это неправильно. Когда люди просто, знаете, оппозиция ради оппозиции. Просто баба-яга против. Хоть против чего? Я всегда буду против. Есть такие люди. Я сейчас не про это говорю. Я говорю о том, что порой мы с нашим мнением оказываемся в меньшинстве. Было несколько тысяч подписчиков, осталось 12. Меньшинство. И тут, к сожалению, огромное количество служителей, проповедников, христиан забили бы тревогу. О, что творится? Что-то не то пошло. Но мы не видим, чтобы Иисус начал паниковать. Он сказал, может быть, и вы отпишитесь от меня своим 12 оставшимся. Не бойтесь. Не бойтесь. И самое главное, даже если вы не пережили подобного в вашей семье, мы сегодня пришли и стали частью Божьей семьи. И мы можем ощущать за нами фигуру нашего небесного Отца. Когда я изучал историю церкви, когда я смотрел на таких людей, как Ян Гус, вот что давало им силы пойти даже на костер, в то время, как это не враги, не какие-то там мусульманские экстремисты, а их собственные братья и сестры поджигали огонь над этим костром. И они не боялись идти. Тот же самый Ян Гус, он не боялся потери популярности. Да, он был в свое время очень популярным проповедником в Праге. Но когда ситуация изменилась, и он оказался там в городе Констанц, в окружении людей, которые все ставили ему дизлайки, не давали ему ни один пост напечатать, тут же его критиковали за все, приписывая ему все мыслимые и немыслимые преступления. Он не запаниковал. Когда я читал его письма, которые он там писал из темницы в Констанце, слезы были на глазах, и думаешь, ну что это за сила внутри человека, которая дает ему вот такую твердость. И мы думаем, что, наверное, вот сила воли. Ну вот, наверное, пастор, вот была сила воли у Яна Гуса, а вот у меня нет такой силы воли, вот не могу я вот так вот. Я не думаю, что тут была сила воли, что тут было все дело в силы воли. Тут было дело в другом, ощущение, что за тобой стоит любящий отец. Конечно, когда ты в правде. Я не говорю, когда мы порой упорствуем во грехах, и там нам говорят покаяться, а мы говорим, нет, за мной стоит любящий отец. Он стоит за тобой, конечно же, но он стоит, может быть, с розгойтом. Но когда ты знаешь, что ты прав, когда ты знаешь, что ты стоишь в истине, не понимаете, что я вам сейчас говорю? А большинство не согласны с этим. Вот вы стоите. Я говорил, что вот это желание понравиться всем, да, оно, конечно же, часто идет из детства. Желание понравиться всем. Какие причины у него? Я для себя выделил несколько. Это желание чувствовать себя важным. О, я нравлюсь многим, я важен. И наше эго прям как на дрожжах раздувается. Какой ты важный. Сколько людей тебе написали. Супер, молодец. Прекрасная проповедь. Больше лайков, чем у Иисуса, потому что о проповедях Христа часто не было таких восторженных отзывов, как порой о наших. Еще причина желания всем угодить – это боязнь конфликтов. Мы порой боимся. И мы думаем, ну, мы же должны быть миротворцами. Да, мы должны быть миротворцами, но мы должны понимать, что не всем мы, миротворцы, будем нравиться. И есть конфликты не с нашей стороны, а с противоположной стороны, понимаете? И есть периоды, когда мы должны иметь в себе силы встать за истину. Есть также такая причина, как страх одиночества. Ой, я останусь один, все отвернутся. Или комплекс вины. Или низкая самооценка, когда мы количеством лайков, количеством хорошего отношения к себе измеряем, насколько мы важны, что ли. Некоторые люди не умеют проявлять любовь к другим людям, кроме как пытаться им угодить. И вот я вам хочу сказать, все эти вещи приводят к краху жизни. Как помните, один американский известный актер как-то сказал, говорит, я не знаю формулу успеха, но я знаю точно формулу провала. Это пытаться понравиться всем. это приведет и к провалу в твоей жизни, и к провалу в твоем служении. Зачем ты хочешь им всем понравиться? Это как вы знаете, вот у меня в некоторых социальных сетях очень много людей, подписчиков или друзей, тысячи людей. Но я отлично понимаю, что если, например, в моей жизни случится какая-то беда, там столько мои друзья в социальных сетях, большинство из них никакой помощи не окажут никогда. Понимаете? Это все номинально. Это как вот этот щенок, которого все хотят погладить. Но если этого щенка будут выбрасывать, мало кто согласится взять его к себе домой. А вот когда хозяин собаки, вот это уже настоящая ответственность, забота и любовь. К тому же очень важно понимать, что не бывает людей, которые нравились бы всем. Христос не нравился всем, но в некоторые были периоды, большинство он не нравился. Конечно, нравились чудеса, которые он совершил, но даже в этом они находили изъяны. А Лен Делон мне всем нравится. Как я выяснил у сестер, некоторым не нравится. Мне кажется, такой идеальный актер. Они говорят, нет, не нравится. Что уж про остальных говорить. Не нравится. К тому же, вы поймите, часто люди выказывают нам какое-то негативное отношение вообще не из-за нас самих. Большая часть людей просто любит критиковать и выискивать недостатки. И ты просто попался им на пути. И они начинают тебя критиковать. Ты думаешь, тебе причина. Но причина на самом деле в их желании везде видеть негативное. Потому что сплетни, слухи, критика это неизменные вещи в нашей плоти. Что же нам остается делать, дорогие? Нужно прежде всего понять, а в чем же причина. Может быть, на самом деле ты был недолюблен в детстве. Может, на самом деле очень мало времени с тобой проводили. Сегодня ты ищешь хоть какого-то внимания. Вот этого. Ищешь его болезни. Болезненно. Болезненно. И у тебя, может быть, ничего не получается. И ты все равно продолжаешь его искать. Зачем? Вы знаете, я в своей жизни понял, что я должен стремиться нравиться в трех случаях для себя. Первое. Я хочу в своей жизни нравиться Богу. и я знаю одну важную вещь. Послушайте, звучит, может быть, немножко резко, но тем не менее, это так. Бог ерунды не делает. Это так. Бог ерунды не делает. не делает. Если он создал тебя, значит, ты хороший. Тебе не нужно ничего заслуживать или пытаться что-то кому-то доказать, там, себе, еще кому-то. Если ты творение Божье, значит, дивно ты сотворен. потому что Бог ерунды не делает. Да. Скажешь, ну, там, есть мужчины и повыше, да, есть и покрасивее, да, но Бог ерунды не делает. Если бы была нужна Богу копия Алендолона в Екатеринбурге, он бы сделал копию, а ему это не надо вообще, потому что он ерунды не делает. И он создал тебя. Ты Божье дитя. Ты хороший, потому что ты его творение. И если ты тратишь слишком много времени, чтобы прислушиваться к голосам вокруг тебя, которые говорят тебе, что надо, что хорошо, что нравится, у тебя не будет тогда времени прислушиваться к голосу Божьему внутри тебя, который говорит тебе, что нужно делать. К сожалению, огромное количество людей, огромное количество христиан руководствуют мнением окружающих, а не тем голосом, который звучит внутри. И больше проводи времени с Господом. есть вещи, которые я переживал внутри себя во время молитвы. И я знал, что то, что я переживаю внутри себя, если я буду этому следовать, то это не понравится каким-то людям, может быть, даже многим людям. И всегда вставал выбор, что ты изберешь. Вот этот голос внутри себя или популярность вокруг. У нас были встречи со служителями, когда я говорил с ними, понимаете, я знаю, чтобы быть популярнее, чтобы в нашей церкви было больше людей, я должен сделать вот так, так и так. И это работает. Вот так устроен мир. Но внутри себя я чувствую, что этого не надо делать, а нужно делать другие вещи, может быть, и менее популярные, но я знаю, что это Божья воля именно действовать так. У нас были такие встречи, и я честно говорил, я знаю, что есть вещи, на которые можно сделать акцент в проповедях, в собраниях, и тут же количество, оно будет больше. И ты думаешь, вау, как много людей, больше лайков. Но Богу, я абсолютно убежден, не толпа нужна, которая вчера одно кричало, завтра другое будет кричать. Им нужны люди, которые внутри себя имеют связь с Господом. Поэтому я часто делаю непопулярные вещи, но я всегда их делаю честно и искренне, потому что я знаю, я хочу понравиться прежде всего моему небесному Отцу. Точно так же Иисус, если бы Он не стремился угодить воле небесного Отца, о чем Он часто говорил, дела, которые я творю, не мои, я вижу, Отец делает, и я делаю. Слова, которые я говорю, не мои, Отец слышу, говорит, и я их произношу. Помните, да? И вот когда для нас вот этот голос внутри будет важнее, чем голоса снаружи, когда вот этот один голос будет перевешивать тысячи лайков, тогда ты сможешь пройти до конца. Вторая вещь, ну, как весь, не знаю, даже весь, не верь. Второй случай, когда я хочу понравиться, это знаете кому? Себе самому. Себе самому. Мне очень приятно, как любому человеку, когда после собрания ко мне подходят верующие и говорят, пастор, спасибо за проповедь, меня проповедь так сильно коснулась, или пастор, сегодня вы говорили словно специально для меня. Это, конечно, всегда приятно, я вам благодарен за ваши отзывы, но, понимаете, у меня внутри есть некий свой цензор, и есть вещи, когда люди приходят и благодарят, но внутри, я знаю, нужно было сделать все несколько иначе, я не сделал вот того, что сам для себя, вот те задачи, которые сам для себя поставил, и поэтому, несмотря на все лайки и комплименты, я понимаю, нет, это было недостаточно. И есть другой пример, когда я что-то проповедую, говорю, и внутри меня, да, ты сделал то, что должен был сделать, и даже если кто-то подошел и говорит, пастор, что-то я сегодня не все понял в проповеди, но я думаю, ну, твоя проблема, что-то. Я не все понял в проповеди, ну. Мне очень нравится этот случай, я, конечно, опять-таки, не хочу себя сравнивать, но просто вот сам принцип нравится, про Раневскую рассказывает, когда в свое время, в 70-е годы, привезли в Москву Монну Лизу, вот, и там выстраивались очереди, чтобы посмотреть Джоконду, которую из Лувра привезли, вот, и Раневская была там, и она услышала, как две женщины после просмотра идут, и одна другой говорит, что-то не произвела на меня Монна Лиза впечатление, на что Раневская острая на язык сказала, сказала, говорит, знаешь, милочка, она уже на стольких людей производила впечатление, что теперь она может выбирать, на кого ей производить впечатление, а на кого нет. Знаешь, я проповедовал в разных язалах, где были тысячи, несколько тысяч, десять тысяч, и если там кто-то с чем-то не согласен, я переживу, я переживу. Христос переживал вообще массового несогласия. Даже те двенадцать последних подписчиков, видели, там они в страстную неделю немного постов делали у себя, так как-то они отмалчивались. Самое главное драгоценное, что есть некий внутренний критерий, когда ты понимаешь, что ты делаешь что-то хорошо. Это очень важно. И третья, третья категория, которой я хочу понравиться, это самые близкие, дорогие для меня люди, чье мнение, оно важно. Когда после собрания я спрашиваю у своей жены как, и когда она говорит там, ой, хорошо все, но я вижу, она как формально говорит, чтобы меня не обидеть. Но мне важны эти мнения, даже если они, может быть, не всегда позитивные, какие-то недостатки, потому что есть люди, которые меня знают лучше всех, потому что я увидел огромное количество людей, судят обо мне, вообще совершенно меня не зная и не понимая, но есть люди, которые меня знают, и конечно их мнение важно, у меня есть авторитеты в жизни, это неправильно, когда говоришь, ой, я лишь перед Богом хожу, нет, у меня есть в жизни авторитеты, и для меня важны их мнения, важно мнение людей, которых я уважаю, и которые уважают меня, потому что я знаю, то, что они будут говорить мне, даже может быть неприятное для меня, они будут это говорить не от раздражения, и не для того, чтобы просто покритиковать, а потому что в действительности они меня любят, это вот как хозяин собаки, который ее одергивает за поводок, так что ее даже порой душит поводок, но не потому, что он хочет ее задушить, потому что он любит ее, чтобы она не выпукнула на дорогу и не была сбита автомобилем, понимаете, да? Вот это когда люди любящие тебя говорят тебе, что-то может быть даже не всегда приятное, не совсем приятное, вот это три категории, вот эти три категории людей, и поэтому драгоценное вот стремитесь в действительности не не нравиться всем, не набирать вот это сегодня массовая истерия, когда вот все пытаются быть популярными, огромное количество каких-то блогеров, которые что-то там говорят, говорят, такой шум в эфире происходит сегодня, так трудно вот в этом современном шуме людей, жаждущих популярности, жаждущих лайков, услышать сегодня что-то действительно ценное и глубокое. Станьте такими людьми. Это все равно, что вот можно мне доску на сцену принести, да, братья, принесите доску, вот. Это вот все равно, что смотрите, вот у меня есть маркер, да, вот представь себе, ты тоже подобный маркер, у тебя есть какое-то призвание в жизни, какой-то талант, какой-то дар, но если маркер, например, будет пытаться понравиться всем, вот подходит, например, маркер и говорит, вот хочу тебе пюпитр понравиться, пюпитр говорит, да, че ты такой, я железный, а ты какой-то пластиковый, мягкий какой-то, ненадежный, из тебя нормальный пюпитр не сделать, прогнется все, да и роз у тебя маловато, че за размер там, че ты вам поставишь пюпитр, кто там на тебя смотреть будет, не нравишься ты мне маркер, или, например, вот я специально попросил, чтобы у нас из подсобки молоток, подойди, подошли, и вот маркер пытается понравиться молотку, например, да, и он говорит, буду точно так же, вот тут гвоздики забивать, гвоздики забивать, гвоздики забивать, а молоток такой, блядь, вот это забивать, вот это забивать, а ты че, маркер, че ты своей пластмассовой головой можешь сделать и не понравился маркер молотку, или, например, колонка, да, пытается маркер колонке понравиться, а колонка говорит, смотри, какая я большая, какая круглая, как ухно, да тут все в зале уши закроют, а ты ух-ух, смешно, что маркеру остается, что большинство мужчин делают в такой ситуации, идут домой и пьют, и пьет маркер водку и думает, вот такой я, никому молотку я не нравлюсь, пипитеру не нравлюсь, колонке, колонке не нравлюсь, и тут он встречает группу братьев и сестер, которые говорят, слушай, маркер, у нас есть красный, у нас есть синий, у нас есть зеленый, черного нам не хватает, мы вот тут вот на доске вот рисуем все, пишем, вот, но черного цвета нам нету, маркер говорит, вау, так у меня же есть такое, и ты вдруг понимаешь, что да, маркер начинает писать, да, и когда он начинает писать, виднее всех получается черный цвет, и он понял, что и он тоже для чего-то создан, и у него есть в жизни призвание, и на это призвание никак не влияет, насколько этот маркер нравится пипитру, молотку или колонке, вот называется команда, понимаете, найди людей с подобным призванием, найди людей, у которых такие же ценности, как у меня, найди людей, которые понимают, что значит писать на доске, потому что, конечно, бывает и от этих есть корректировки, но одно дело, когда корректировки по делу, а другое дело, когда от пипитра коррекция какая-то идет, понимаете, о чем я говорю сейчас, огромная разница есть во всем этом, так вот драгоценные каждый из нас, это какой-то вот дар, какой-то талант, кто-то из нас, можно забрать уже эти фломастеры, кто-то из нас, возможно, вот такая колонка, кто-то из нас вот такой пипитр, кто-то из нас маркер, кто-то молоток, заметьте, в ходе богослужения каждый играет свою определенную роль, и не так важно, насколько они популярны в глазах других, как важно, насколько они исполняют свое призвание, призвание. Нравься Богу, себе самому и близким людям, которые любят тебя и поддерживают. Вот стремись их узнавать мнение, чтобы они были довольны. Понимаете, о чем я говорю сейчас? И все равно до того, кто что скажет или подумает. вот это для меня главный урок вербного воскресения. И в самом конце я прочитаю из Евангелия от Луки, 6-й главы, 26-й стих. горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, когда все люди будут ставить вам лайки, когда все люди будут восторженно отзываться о ваших видеороликах и фотографиях, ибо так поступали с лжепророками отцы их. кто хочет быть лжепророком? Никто. Тогда не жди, что все будут восторгаться, не жди, что всем ты будешь нравиться, не жди, что твои решения будут массово поддержаны. Чаще всего все происходит наоборот. люди обращают внимание в своей массе на внешние вещи и пропускают суть, и из-за этого совершают ужасные ошибки. Мы видим, есть множество опять примеров в истории. Та же самая Германия времен Третьего Рейха, когда массово народ поддержал безумные идеи нацизма, идеи, которые выдвигал Адольф Гитлер. Массово. И потом такой стыд был. Сегодня, если вы бывали в Германии, я несколько раз пытался, вот Диана знает, в каких-то кругах начинать разговоры про того же Адольфа Гитлера, про его влияние, про то время. Мне было так удивительно, потому что эти разговоры никто не поддерживал. Мне потом сказали, пастор, мы не говорим сегодня на эти темы, мы стараемся не говорить про это, придать этому просто забвение. То есть, видите, в свое время массово поддерживали, а теперь вообще стараются об этом даже не вспоминать и не говорить. А правда Божья пребывает вовек. потому что сегодня мы видим, что Иисус Христос в конце жизни в глазах людей казался полным неудачником, от которого отписались тысячи его последователей. И даже самые ближайшие ученики в основном разбежались. Но тем не менее, поскольку он не пошел на поводу у дешевой популярности, а продолжал стоять в истине, правда его взошла как солнце. И сегодня мы видим, что личность Христа влияет на миллионы и миллионы людей. Точно так же и мы, когда может быть будем делать какие-то вещи непопулярные в данное время, которые может быть многим не нравятся, даже нашим братьям и сестрам. Кто-то будет осуждать, качать головой, еще говорить. Проверяй всегда на трех этих критериях. Насколько к этому относится Господь, Его голос внутри тебя, насколько к этому ты сам относишься? Потому что ведь никто кроме тебя не знает лучше всего тебя же самого. Я про Бога сейчас не говорю, но из людей. И как это оценивают самые близкие люди, которые любят тебя и которые не будут лгать тебе, чтобы понравиться? Вот эти три критерия важны. А насколько там толпа, насколько там массовая поддержка, насколько там вот это все. это все пена дней и не более того. Давайте сейчас закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за Твою любовь, я благодарю Тебя Господь за то, что Ты всегда говоришь истину. Даже если эта истина будет непопулярна, даже если многие отвернутся, Ты всегда говоришь, Ты всегда говорил, и Ты всегда будешь говорить правду и истину. Я благодарю Тебя Господи за то, что Твой Сын Иисус Христос показал нам пример, пример жизни человека, который ориентируется не на мнение толпы, а на волю Божью и исполняет все, что Небесный Отец предназначил для Него. И я также верю, Боже, что у Тебя есть планы для каждого из нас. Каждый из нас имеет свой дар, каждый из нас имеет свое призвание, каждый из нас, Господь, для чего-то создан, потому что Бог не делает ерунды. каждый из нас дивно сотворен, дивно создан. Помоги нам, Бог, раскрыть в себе этот дар и трудиться, чтобы этот дар принес благословение людям. Даже если эти люди, может быть, не всегда будут понимать, не всегда соглашаться, но Ты призвал нас жить в истине, стоять в истине, проповедовать истину. И я молю Тебя, чтобы эта истина сияла в нашем сердце, чтобы Твоя истина сияла в нашей церкви, чтобы мы не пытались угодить современным трендам, моде окружающего мира, чтобы мы прежде всего стремились исполнить волю Небесного Отца. Благослови нас, Господи, благослови нас, Господи, чтобы мы стремились исполнить волю Небесного Отца. избавь нас от зависимости от чужого мнения, избавь от зависимости от популярности, избавь нас, Господи, от страха перед криками толпы, Самое главное, когда мы идем в правде. Если мы в правде, то даже, когда вокруг кричат «распни», мы делаем то, что нужно. И также, я молю, Бог, чтобы мы не обольщались, если, возможно, будет массовая популярность, потому что, когда массово кричат «асанна», за этим тоже часто немного стоит Господь. Поэтому, я молю Тебя, Боже, благослови, чтобы мы не на толпу и не на моду ориентировались, но на Тебя, наш Небесный Отец, на голос своей совести и на близких людей, которые любят и переживают за нас. Да будет Тебе, мой Бог, вся слава, вся честь и вся хвала. Пускай этот урок вербного воскресения будет изучен и сдан в нашей жизни. Потому что то, через что прошел Ты, наш Господь, и мы проходим эти испытания и искушения. И я молю, Боже, чтобы во время этих испытаний мы поступали бы так, как Ты на нашем месте поступил бы. Благослови, Господь. Иисус, 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 давайте еще возьмем руку ближних. Аллилуйя. Я чувствую на этом месте какую-то особую сейчас Божью благодать, и эта благодать работает внутри нас, потому что это слово оно абсолютно важно для каждого человека здесь. Каждый из нас в той или иной степени зависим от этих вещей. И Бог желает разорвать вот это твое стремление. Нравится пытаться быть хорошим для других. Тебе не нужно ничего пытаться. Тебе не нужно быть этим незрелым щенком, который ждет только ласкающих рук, рук, которые не помогут в трудностях. Давайте будем зрелыми людьми, которые не ждут массового признания, не ждут, чтобы понравиться всем, а стремятся быть теми людьми, которым хотят понравиться, которых уважают, как владелец собаки, который действительно любят и поэтому не всегда говорит своей собаке «нет». Да, но иногда говорит и «нет». Иисусом. благослови, Господь, благослови, укрепи нас, чтобы мы стояли за правду, стояли за Господа, даже если это будет непопулярно, даже если это будет меньшинство, но с тобой лучше быть в меньшинстве, чем в большинстве без тебя. Лучше быть в меньшинстве с правдой, чем с большинством во лжи. Я молю, мой Бог, чтобы мы не оболчались и не радовались сильно, когда о нас все будут говорить хорошо и не переживали сильно, когда о нас будет большинство говорить плохо, чтобы мы ориентировались на тебя, на себя и на мнение близких нам людей. я молю, мой Бог, коснись тех людей в зале, которые, возможно, выбрали непопулярный путь и из этого от них отвернулись какие-то люди. Я молю, коснись их, чтобы они не переживали. Если они поступают по правде, нечего переживать. Переживать нужно, когда мы сами себя предаем, когда мы нашего Господа предаем, когда мы Божью правду предаем. А когда нас не все понимают и не все согласны, это не стоит переживаний, это не стоит того. «Аллилуйя» Иисус, «Аллилуйя» и «Аллилуйя» «Аллилуйя» честь и вся слава во веки веков. И каждый верующий доскажет «Аминь». «Аллилуйя»»